Вот такой альбомчик у меня есть для монет. Здесь 250 монет умещается. Здесь древняя Россия, потом также есть монеты и 1936 года, потом уже идут 1924 года. Молотобойц, допустим, вот этот. Вот жетончик есть на метро 1938 года. Потом идут уже монеты после реформы 1961 года. Тут копейки, двушки, тройки, пятерки, десятки, пятнадцать, двадцать. Значит 1961 года по 1991 год. Потом идут юбилейные, значит, там с Лениным, 20 лет победы над фашистской Германией, олимпийская монета. Есть также пятирублевая монета юбилейная. Потом у нас идет уже 1992-1993 год. Как 100 рублей, 50, 20, 10, 5 рубль. Так же есть вот и ГГЧП, пару монет. Пару штучков у меня тут. Так, потом идет, значит, уже современные монеты. Это города воинской славы. Это 10 рублевый монеты. У меня, конечно, еще не полная коллекция, но получается, что 20 штучков уже есть. Есть и редкий, конечно, есть и не очень редкий. Вот как, допустим, вот этот часто встречается. Так, потом 10 рублевый биметаллический уже тоже есть. Вот их у меня получается 21 штука. Есть, конечно, повторные, как сказать, двойные, но их я уже сюда не ложу, они у меня лежат в отдельной коробочке. Мало ли с кем поменяюсь. Вот, допустим, 10 рублевого такие. У меня есть много двойных. Потом, значит, олимпийские. Потом вот двушки юбилейные. Это уже тоже современные. Пятерки современные юбилейные. Ну, конечно. И рубль вот юбилейный, который сейчас выпускается. Вот они, пятерки юбилейные, двушки юбилейные. Так, вот этот один альбомчик у меня. Так, где-то у меня тут и... А, вот они. Юбилейные, значит, пятнашка Советского Союза ещё и 20 копеек Советского Союза. 50 лет советской власти. Что тут ещё? Коллекция, конечно, я бы сказал, недорогая, но всё-таки дело не в рублях, дело в ценности для меня. То, что потихонечку собираю. Так, самая древняя какая у меня тут? 1731 год, да, получается? Да, да, да. А потом уже 1853, 1841 год. Так, вот. Вот такой альбомчик у меня. Альбомчик. Продолжение следует...